Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. Собудя пятницу в репортажах наших респондентов, главные новости. Дополнительные меры поддержки тем, кому на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Парламентом Карачао-Черкесии принят закон о детях войны. Быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. В Черкесии иностранные граждане приняли присягу гражданина Российской Федерации. Трава внесена в список карантинных растений. В Черкесии начинается время борьбы с амброзией. Идет обработка очагов карантинной растительности в городе и на его окраинах. Общественно-политическая жизнь республики, культура, обычаи и традиции народа. Все это отражается в работах фото-журналиста Назира Идерисова, который отмечает 80-летний юбилей. И вначале о новом назначении. Сегодня глава Рашид Тимрезов назначил новым министром культуры Зураба Агирбова. Родился и вырос он в Карачао-Черкесии, окончил МГИМО, Московский открытый социальный университет. В федеральном агентстве Россотрудничества отвечал за проекты по продвижению культуры России за рубежом в рамках международных перекрестных годов культуры. Последнее время руководил проектом Всероссийской премии правительства России «Экспортер года», реализуемого одним из ведущих государственных институтов развития российским экспортным центром, где получил значимый опыт по взаимодействию со всеми регионами страны, а также по популяризации российской культуры. В ходе встречи с новым министром глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что главная задача развития и сохранения уникальной культуры нашего региона – реализация нацпроекта культуры. Нам особенно приятно это назначение, ведь Зураб Агирбов свою трудовую деятельность начинал у нас в Вестях Карачао-Черкесии. Желаем Зурабу Замировичу больших успехов на новом поприще. Депутаты парламента Карачао-Черкесии приняли закон о детях войны. Жители республики, которым на момент окончания Второй мировой войны на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, получат соответствующий статус и дополнительные меры поддержки. Согласно закону, статусом «Дети войны» будут наделены все граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Карачао-Черкесии и родившиеся на территории СССР. Таких, по предварительной оценке, в нашей республике живет около 30 тысяч человек. Законопроектом для них предусмотрена выдача соответствующих удостоверений и меры социальной поддержки. В Черкесске 17 иностранных граждан приняли присягу гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспортов прошла в здании отдела по вопросам миграции республиканской столицы. Подробности расскажет Мурад Жанкезов. Открывая торжественное мероприятие, начальник отдела МВД по Черкесску Ойдур Эльканов поздравил новоиспеченных граждан с этим важным событием в их жизни. Пожелал с гордостью носить высокий статус гражданина Российской Федерации. Согласно законодательству, приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие ее гражданство. Добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Елена Сидорова – жительница Украины. Уже давно она хотела стать подданной России, мечтала воссоединиться с родной дочерью, которая проживает в Карачаево-Черкесии. Я из Донецка, и за последние шесть лет это самый счастливый день в моей жизни. Хочу выразить благодарность начальнику отдела, отделу по вопросам миграции города Черкесия за профессионализм, за помощь, своевременную поддержку. Каждый новоиспеченный гражданин России, в основном из стран бывшего СССР, поклялся соблюдать конституцию и законодательство России, быть верным стране, уважать культуру и традиции. Сегодня мы впервые в отделе по вопросам миграции по городу Черкесию проявили процедуру присяги. То есть иностранные граждане бывших союзных республик, СССР, это граждане были Таджикистан, Украина и Армения, причемнули верность и принесли присягу верности Российской Федерации. Для них это, конечно, волнительный день, но все прошло успешно, на мой взгляд. Мурат Сунтезов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Химия в помощь. В республиканской столице на ее окраинах началась обработка очагов карантинной растительности, амброзии и конопли с специальными препаратами. Химикаты полностью безопасны для людей и смертельны для нежелательных растений. Вместе со специалистами на борьбу с ними отправилась Фатима Даурова. Коварного врага с божественным названием можно встретить на приусадебных участках вдоль дорог, а у нас на юге России, к сожалению, на каждом пустыре. Трава внесена в список карантинных растений. Считается одним из самых сильнейших аллергенов и вдобавок к тому, что самый распространенный сорняк на юге. Гербицидная обработка растения, которая выжигает его полностью, одно из самых эффективных средств в борьбе с амброзией. Сотрудники Росельхозцентра вместе с представителями городского муниципалитета планируют за две недели обработать выявленные очаги произрастания вредоносной растительности площадью 100 гектаров. Когда она еще небольшая, невысокая, как сейчас, на начало июля, она действенная, эта обработка. А какое время вы подбираете для обработки? Нужно специальное время? Ну, что касаемо амброзии, то до периода цветения. Это до 20-25 чисел июля. Не позднее, потому как после того, как она начинает цвести, мы прекращаем все работы. Специальная обработка амброзии в городе ведется с 2015 года. Первые три года обрабатывалось 200 гектаров. На сегодняшний день площадь воздействия сократилась вдвое, что говорит об эффективности химической обработки. Но, тем не менее, особенность амброзии не позволяет расслабиться. Ну, помним о том, что амброзия, схожесть семян, сохраняет до 40 лет, поэтому снижать темпы ни в коем случае нельзя. Это такой карантинный сорняк, который даже незрелые семена, они сохраняют свою схожесть до 14 лет. Они входят в диапаузу, в состояние покоя, и даже вторичный покой у них есть. Поэтому надеяться на то, что незрелое семя упало и не даст росток, на это нельзя. Поднимилась борцов с карантинными растениями, попала и другая трава. И по вполне понятным причинам. Бороться с коноплей при помощи гербицидов наравне с амброзией начали в 2019 году. Совместная работа муниципалитета, правоохранительных органов и ростельхозцентра даёт свои результаты. По сравнению с прошлым годом площадь сократилась. Мы в прошлом году которые точки опрыскали, в этом году ездили, смотрели. Из всех точек только на одной точке осталось конопляно. Хоть и любили древние греки амброзию и считали её не иначе, как пищей вагов, в современных реалиях предпочтения эллинов неактуальны. К сожалению, в пору цветения от её пыльцы страдают тысячи людей. И своевременная обработка молодых ростков сейчас в разы сокращает возможное негативное воздействие амброзии на аллергиков в будущем. Патима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременной дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 12-17, днём 27-32, выше нуля. В горах ночью до плюс 10, а днём до плюс 23. В Черкесске без существенных осадков. Температура ночью 14-16, днём 30-32 градусов тепла. Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3988. Из них 2290 выздоровели. В COVID-госпиталях проходят лечение 269 пациентов. Вот уже больше полувека он знакомит читателя с Карачаевой-Черкесии, с народами, населяющими её, с их обычаями и традициями, культурой, с историей становления и развития, с трудовыми буднями жителей, с людьми, которые прославляют её. Свой 80-летний юбилей отмечает наш коллега, фото-журналист Назир Идрисов. О творческом пути человека, патриота, расскажет Алла Качиева. Как горные озёра его глаза, чисты, как детская слеза. В них отражается Эльбрусса красота, ему подвластна любая высота. Эти слова известный актёр Маталью Абдоков посвятил Назиру Идрисову, с которым дружат около 30 лет. Их объединяет неординарный творческий взгляд ко всему. Используя фотографии в качестве основного средства выражения, вот уже более 50 лет фото-журналист Назир Идрисов описывает культурную, общественно-политическую жизнь республики. Обычаи и традиции народов, выдающихся людей, живописную природу и многое другое. А выбор творческого пути был случайен. Учился в Горячаевске, закончил филологический факультет института КЧГПИ. И в конце оказалось, что у меня диплом свободный есть, а места нет в Кобецком районе. Не знаю, что делать. И вот потом друг пришёл, который в редакцию работы, кантемер, и пришёл, и говорит, приходи к нам в редакцию черкесскую. Я говорю, я ничего не писал, я не знаю, как это делается. Мы всегда научим тебя. Ну, мы пришли, взяли, младшим лицодрудником поработал немножко, и тянулся в это дело. И лет 10 я работал корреспондентом в сельхозотделе. Фотографии Назир Идрисов увлекался с детства. И когда освободилось место фотокорреспондента в газете, он, не задумываясь, переквалифицировался. И с тех пор его интересные фотоистории не сходят с лица газет «Черкесхэку» и «Ногайда-ВСМ». Назиром Идрисовым запечатлены разные места, люди, их трудовые будни, праздники и моменты. В фоторепортаже темы ценны, что снятые кадры важны не менее, чем текст, а иногда раскрывают тему вообще без комментариев. Как говорится, лучше один раз увидеть. Самые запоминающие фотографии – детские фотографии. Очень трудно их снимать. Люди, которые разбираются в этом деле, понимают. Но самые интересные, самые запоминающие – это детские фотографии, детские улыбки. И природа, горы красивые, очень красивые. Горы снимают прекрасно. Ну, а людей снимают, смотря по настроению. Если у человека нет настроения, фотографии не получаются совсем. Настроение и настрой у него практически всегда, потому как занимается любимым делом. Своей бодростью и оптимизмом 80-летний Назир Идрисов заражает окружающих. Заслуженный работник культуры Карачева-Черкесии недавно выпустил книгу «Сатиристических миниатюр». Готовится к публикации еще одна. Горжусь я Назиром, как верным другом. Когда он рядом, ничего не боюсь и над невзгодами всегда смеюсь. Он сердце отдаст любому, чтоб чуть лучше стало другому. Не пожалеет он свою душу. Я слышу. Я слышу, как бьется, как сердце его бьется. Я слышу. За многолетнюю творческую деятельность Книн Союза журналистов СССР Назир Идрисов отмечен многими государственными наградами. Но самой главной для него остаются люди. Его учителя. Выдающиеся личности того времени и прекрасная земля родной Карачева-Черкесии, где он родился, вырос, трудился и сейчас воспитывает четверых внуков. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева-Черкесия. Утро России возвращается в нашу сетку вещаний о событиях в республике, об ее интересных жителях и гостях, о полезных советах смотрите по будням в 18.08.07 и в 8.35 в наших утренних программах. Ну а завтра, как обычно, новый субботний день мы начнем полезными вестями. И сейчас на связи с главными вестями ведущие «Полезного утра» Светлана Шаганова и Руслан Коркмазов. Приветствую вас. Светлана, добрый вечер от нашего доброго утра. Завтра, когда на земле Эльбруса часы покажут 8.00, мы поведаем очень много полезных вестей. И какую пользу получат наши зрители от «Полезного субботнего утра»? Очень много пользы. Мы расскажем, как можно не работать и получить много денег. И это очень даже реально. А еще в Карачаево-Черкесии произошли кардинальные изменения в рейтинге женихов и невест. Мы знаем, где раздобыть семейное счастье, украшенное деньгами. У нас в республике после пандемии началась новая ювелирная мода. Мамы женихов дарят невесткам золотые шарфики стоимостью. А вот о стоимости такого подарка, как у Светланы Шагановой, вот золотой шарфик, 112 граммов чистейшего золота. И вот о его стоимости мы поведаем завтра утром. И очень полезная весть для тех, кто хочет получить потребительский кредит под 6%. Мы не будем скрывать, где и у кого это можно оформить. И, конечно же, мы подготовили интересную весть о том, что в Карачаево-Черкесии создан отряд спасателей от двойников. Что за двойники? Двойники – это не привидения. Это реальные, недопропорядочные тени порядочных наших земляков. Двойники лишают денег, и мы подскажем, как уберечь свои финансы. Вот такое полезное утро ожидает завтра в 8 утра на земле Эльбруса. Что ж, будем с удовольствием смотреть вас. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова